Это студия общественного телевидения Донбасса, я Алексей Мацуко и продолжаем серию встреч с местными лидерами, представителями местных элит на Донбассе, мэрами, активистами, лидерами политических партий и называем это все условно взгляд из Донбасса на те инициативы, которые приходят сюда, в этот регион, из Киева, от правительства, Верховной Рады, президента и всевозможных аналитических центров. И сегодня в студии у нас Вадим Лях, это городской голова города Славянска, добрый день, спасибо, что нашли время для нашего небольшого эфира и я думаю будет интересно услышать вашу оценку тех инициатив и предложений, которые постоянно, судя по моим наблюдениям, приходят сюда, в Славянск, в Роматорск, приезжают всевозможные группы реформаторов, активных каких-то деятелей, инициатив и так далее. И первый вопрос, реформа децентрализации. Сегодня Славянск уже определился в какую-то громаду, как это называется. Ну действительно, процесс там децентрализации, подготовки начала этого процесса, он уже давно, наверное, еще с 13-го года, да, и уже первые там семинары, которые проводились и в городе для чиновников, в том числе и для мэров, они начались очень давно. А в реальную плоскость уже в последнее время вступили эти все процессы, когда начались перераспределения налогов, что немаловажно для местных властей, да, что сегодня, на сегодняшний день, большая часть налогов, которые раньше уходили в Киев, они остаются на местах. Но с формированием доходной части увеличивается и расходная часть. И здесь, как правило, вот здесь меньше на это обращают внимание, что больше акцентируют на то, что сегодня больше денег остается на местах. И это факт, действительно. И плюс в чем еще? То, что местные громады могут самостоятельно определяться, куда эти деньги потратить. Вот. И не нужно там постоянно где-то ездить, просить для того, чтобы решить такие небольшие, может быть, но очень важные для города проблемы. То есть это плюс? Это плюс. А минус какой вы как мэр видите? Минус я пока не вижу, потому что как может быть плюс, когда у тебя остается больше денег, да? Вопрос в другом, что на сегодняшний день, наверное, должно быть все сбалансировано в плане каком? Если сегодня многие услуги административные, которые сегодня остаются на местах, и для их администрирования необходимы кадры, и опять-таки дополнительные расходы, да, на зарплату, в том числе на кабинеты, на оформление и на оргтехнику, это все тянет в большую копейку. И когда с одной стороны нам говорят, давайте сокращайте аппарат чиновников, приводите его в соответствие, это тоже надо оптимизировать, но с другой стороны, постоянно, каждый год мы добавляем новое дело, именно связанное с децентрализацией, потому что количество административных услуг, которые сегодня предоставляет наш город, городской совет, скажем так, жителям нашего города, они уже больше 200. Одно из опасений реформы децентрализации, что будет возложено вплоть до покупок пожарных машин, автомобилей, скорой помощи на городской совет, вы потянете эти расходы? Ну, смотрите, дотационный всегда был бюджет нашего города, и он где-то там 70 на 30, из-за вот в разные года, ну, приблизительно в такой пропорции был. Сейчас, последние два года мы видели переуполнение поступлений от 20 до 40%, и удалось накопить определенные деньги, скажем так, которые, в принципе, в этом году уже потрачены. Сегодня ситуация такая в городе Славянске, что по результатам полугодия 6,8 миллиона мы не добрали от запланированных, то есть получается такая будет дырка уже в размере 6-7 миллионов почти, которая предстоит компенсировать за счет следующего полугодия. Как дело будет обстоять, я сейчас не могу сказать, почему, потому что могу только одно вижу, что наполнение идет за счет сегодня НДФЛ, это основной источник пополнения местной кассы, и идет оно, к сожалению, большому не за счет бизнеса, а больше за счет бюджетных организаций. То есть фактически одной рукой мы платим нашим бюджетникам, это освита, то есть образование, медицина и так далее, люди получают по белому зарплату и отчисляют НДФЛ, который опять возвращается в местную казну. Из десятки основных лидеров, которые на сегодняшний день есть, плательщиков НДФЛ, там только два частных предприятия, все остальные 8 это государственные предприятия. Поэтому здесь вот это потенциал наш, на котором мы сейчас и работаем, это все последние, вы видите по нашему году такие, может быть, устрашающие акции с правоохранителями по поводу призвать предпринимателей платить налоги и керамики в том числе, но это сигнал не только к керамикам, потому что у нас в черную работает большая часть бизнеса, здесь есть как и объективные причины. С одной стороны, вот я хотел бы обратить внимание еще на такую вещь, с одной стороны, да, вот наши города, прифронтовая зона, ограничение проверок, то есть с одной стороны нам дают ресурс в виде налогов, да, отчислений и сборов, но их надо еще собрать, эти сборы, и это уже дошло до того, что, скажем так, у нас там квартальные комитеты, микрорайоны, люди, которые там на фактически общественных засадах, они уже помогают нам разносить квитанции по земельному налогу, по налогу на недвижимость, фактически занимаются функциями налоговой. Это не есть правильно, я считаю. А почему налоговая? Ну, потому что налоговая идет тоже сокращение большие, на сегодняшний день налоговая, там, с 300, если не ошибаюсь, там до 100 человек сократили количество этих людей, запрещены оперативные проверки только областному управлению, то есть все равно, с одной стороны, да, мы видим, что, да, надо помогать этому бизнесу, который здесь находится, какие-то льготы вводить, но они должны получать и компенсаторы тогда, я имею в виду, наша местная власть должна получать на местах компенсаторы, потому что мы не можем в полном объеме собрать деньги, которые собираются, допустим, в центральной части Украины, по объективным причинам. Скажите, одна из причин, почему была введена реформа децентрализации, было заявлено еще в 2014 году о том, что таким образом мы будем бороться с проявлениями сепаратизма. Вы чувствуете сегодня эффект в данном направлении? Вы знаете, смотрите, ну, во-первых, вообще децентрализация, как финансовая, так и административная, территориальная, результатом ее все равно должно стать улучшение жизни жителя, конечный потребитель ее должен почувствовать на себе, что он стал жить лучше, что у него больше услуг, которые он там раньше ходил, собирал, там, может быть, по низким грудам, сконцентрированы в одном месте, в одном городе, и это упрощает ему жить в этом городе. Вот это и конечный результат. Поэтому ценить надо все-таки оценивать, не как местная власть оценивает, а все-таки почувствовали ли это, в конце концов, жители нашего города, что что-то изменилось. Поэтому, я думаю, надо разделить так на две части. Одна часть в этом котле варятся люди, которые делают эту децентрализацию, начиная сверху вниз, да, чиновники, и в другой части это жители нашего города. Но вы делаете замер какой-то по популярности взглядов в Славянске, о чем люди думают? К сожалению, на сегодняшний день люди больше думают не о децентрализации, а больше о пенсиях, зарплатах, о платежках на газ, на свет. Это людей волнует больше. А протестное настроение на каком уровне здесь? Ну, я не могу вам сказать, замеры мы еще не делали, однако я не думаю, что они очень сильно отличаются, эти замеры, от такой же ситуации, как во Львове или в Киеве. Потому что все-таки общий процент, наверное, жителей нашего, нашей страны, он, как сказать, недоволен тем, что сегодня очень большие платежи коммунальные. Да, сегодня много, это хороший фактор, то, что есть субсидия, годы субсидия, но опять-таки этот процесс такой, знаете, ну, мы понимаем, он временный. Рано или поздно придется платить по счетам полностью, но для этого нужны адекватные зарплаты, адекватные доходы. И вся проблема, в том числе и местной власти, и в районе УЖКХ, там, допустим, мы видим много там недовольства, как работает и водоканал, и, допустим, там, как убирается придомовая территория, то, что в компетенции местных властей. Но все мы увидим, что это упирается и в платежеспособность нашего населения. И это низко платит. Да, причем потому, что на сегодняшний день оплачивать в тех объемах коммунальные услуги, которые складываются за счет стоимости света, воды, там, и остальных ресурсов, да, которые закладываются в эти услуги, они сегодня, цены большие, а оплаты очень низкие, есть неплатежи, и в итоге даже есть такие моменты, что у нас вот с 2009 года, можно себе представить, да, уже почти 8 лет не меняется платежка на коммунальные услуги, я имею в виду, придомовая территория, уборка, ЖК, да, то, что, в принципе, от местного завиства зависит, но тут двоякое. Сначала невозможно было по закону это поднять, потому что там определенные нормативные акты действовали, кто успел, тот смог, кто не успел тогда еще в 2009 году оформить это все документы, тот до сих пор не может поднять. Сейчас мы это преодолели законодательно, вот этот барьер, но с другой стороны поднятие этих цен должно привести, с одной стороны, да, все-таки улучшить услугу, но если она не будет оплачиваться, потому что она дорогая, тоже проблема. Скажите, а насчет децентрализации, вы почувствовали большую независимость и свободу от, например, областных властей? Однозначно, любой городской совет, имея дополнительный ресурс, он чувствует свою экономическую независимость, но все равно, если взять Донецкую область, мы видим, что большие инфраструктурные деньги заходят именно в область, и, безусловно, от того, на чьей территории осваиваются областные деньги, очень многое зависит. Губернатор Жебривский не так давно говорил, вот, Славянск не подавал проекты, и потом резко стал подавать, и изменилась ситуация. Что так повлияло? Ну, наверное, связано это с тем, что, вот, мэр, да, взять мэра, который там год-два у власти, и мэра, который 15-20 лет руководит городом, да? Да, вот, допустим. Понятно, что у человека, который уже там 15-20 лет у руля, сформирована команда, вот, в первую очередь, механизм уже, да, и есть определенный запас, который он сам себе и создал, уже понимая процессы, которые его там ожидают в следующем году и даже в следующей пятилетке, создает этот запас меню, так я называю, да, вот этих всех проектов и так далее. На момент моего вхождения в должность это меню, к большому сожалению, было минимальным, качество его было очень низким, и это есть объективные причины, потому что, ну, давайте так говорить, что у нас, получается, с 13-го года, возьмем так, до военных событий год и после, ну, только Олег Зонтов был в качестве, один год руководил городом. Как вы, кстати, оцениваете работу? Вы пришли? Ну, знаете, я вот в Журнице всегда говорю, сейчас закончу свои мысли, поговорим на эту тему, то есть, получается, что все остальные по месяцу, по два, по три, исполняющие обязанности. Ну, был и военный комендант. Да, и военный комендант, и, понятно, объективно требовать, чтобы эти люди занимались в перспективе, им надо было сегодня там латать трубы, входить в зиму и думали о завтрашнем дне, вряд ли, они думали, наверное, о дни сегодняшнем больше. Или о политических? Ну, и о политических, возможно, я сейчас не берусь оценивать. И поэтому, скажем так, вот этот год, который первый, он был направлен просто-напросто на работу над проектами, понимая, что это в последующем, при заходе денег, и не только бюджетных, и небюджетных, и грантовых, эти проекты понадобятся. И сегодня, да, мы эти проекты выдаем, но, опять-таки, могу сказать, что общая картина по этим проектам, по всей области, она практически одинаковая, они очень низкого качества. Это те проекты, которые подаются в областную администрацию, по их запросу, конкурсу. И местные, что мы делаем и для себя, это разницы нет. Для какого? Хоть для ФДФРР мы делаем фонда, хоть для международных фондов, все же упирается в следующее. Я вот тут могу сказать одну вещь, уже для меня понятная она. Если раньше это было так, выделил деньги на бизнес-сессии, через Прозорно нашел подрядчика, который выполнит тебе проект, и дальше смотришь, цена, которую он дал, должна быть низкая, приблизительно от стоимости 3,5-4% от общей стоимости проекта в реализации, и пройти экспертизу. Я думал, что у меня нормальный проект, который я могу подавать и в области, и здесь проводить по нему тендера и так далее. Но практика показала, что имея в наличии большое количество таких проектов, уже с экспертизой, на выходе, когда начинаешь объявлять тендер, появляются очень там заниженные цены, на которые не хотят выходить подрядчики, отсутствуют некоторые разделы, и есть проблема. Ну так это же вы ставите эти цены в Прозорно? Нет, нет, не мы ставим Прозорно, мы ставим только, покупаем, как говорится, готовый проект. А дальше эти цены утверждает государственная экспертиза. И вот здесь вот мое мнение, что нужно пересматривать подход уже саму работу государственной экспертизы, потому что от нее требует государство очень низкие цены давать, не давать, завышать цены. И она свою функцию выполняет. Но цены можно найти очень низкие, допустим, в диапазоне от 1000 до 2000 за окно, образно говоря, пластика, которая стоит и в этой студии. А реально его можно купить меньше, чем за 2000, ты его не купишь. А оно еще в справочниках есть и по 1000. И получается так, что... Гипотетически где-то. Да, потому что где-то оно было, где-то куплено за 2000 километров в каком-то году, какая-то партия, и она в справочник попадает. Что сегодня на территории Украины можно купить окно за 1000 гривен. А если посмотреть в радиусе 1000 километров вокруг нашего города, уже и за 2000 гривен не купишь. То есть выходит, что не совсем полноценная система. Корректная, да, очень некорректные цены стоят, где-то завышенные, где-то заниженные. Вернее, вот так вот и начинает подрядчик играть. Но выигрывает тендер для того, чтобы где-то перекрывает, где заниженные цены, теми работами, которые можно подкорректировать. Но в Киеве представляется Прозорро как достаточно эффективная система, которая экономит деньги, и они рекламируются. Второй момент экономии. Только цена. Я уже, как могу сказать, что очень сильно мучаюсь с теми подрядчиками, которые дают низкую цену, и еще не обладают ресурсом, чтобы вкладывать и свои деньги, и, скажем так, выходят на тендера совершенно не готовые в надежде набрать суд подрядчиков. Я помню, вы рассказывали, как троллейбусу колесо нужно было купить. Но это даже не в этом. Сейчас уже не в том дело. Даже сейчас уже не колесо. Сейчас уже это мы преодолели, отменив это немножко, если что, популистический такой момент, занижение минимального порога закупок. Отошли от этой процедуры и стали работать по закону. Немножко руки развязало, да? А что касательно вообще Прозора, мы очень много замечаний направили разработчикам и в область тоже направляли, и напрямую в Киев. Но, к сожалению, не реагирует разработчик на те замечания. То есть, если во главу угла ставится только цена, то в итоге мы получаем некачественные материалы, некачественного подрядчика и так далее. И, соответственно, срыв тендера. У нас некоторые тендера по три раза играются. Но мы помним ситуацию с общежитием для переселенцев. Вот, да. И опять-таки, помимо этого случается, просто не всегда это как бы публично освещается, но, извините, когда по 100 дней проходит тендер, по несколько раз процедуров, пока мы не найдем подрядчика, это говорит о том, что здесь что-то не так. И система такая, ошибка она системная, не именно где-то, именно этот проект плохой. Инженерные кадры, вот сейчас вот 13-й школы. Но ведь это и работа специалистов в городском совете, чтобы как-то работать с предпринимателями, знать этот паспорт их сделать. Ну, сейчас создаем новый отдел, отдел капитального строительства, чтобы давать оценку этим всем, уже понимая, что, да, что вот он лег с печатями, там, куча печати, куча экспертов поставили печати на этом документе, ты думаешь, что вот он готовый. А на самом деле ему еще надо дать, чтобы специалисты проверили, перепроверили и сделали свои замечания, возможно, вернули на повторную экспертизу, там, где это не устраивает город. Да, и к вопросу о Зантове, вы вошли первый день в кабинет, что вы увидели, какое было состояние дел? Знаете, я, кстати, вот проработав два года, ни разу не критиковал деятельность Олега Зантова и, в принципе, сразу сказал журналистам, что я не собираюсь этого делать, потому что считаю, что это был такой переходный период, ни больше, ни меньше, он не выбирался, а мы получили то, что, скажем так, получили, любого слова не наберу. Поэтому, думаю, что результатом все-таки будут выборы, да, опять-таки, я вижу, что Олег идет на выборы. У нас в другой политической силе. Ну, я не вижу пока политической силы, я пока оцениваю просто по шагам, которые сегодня делаются, я вижу там бигборды на сегодняшний день в городе, большое количество, я вижу, появилась платформа, с которой он заходит. И могу провести параллели, что, допустим, в свое время народный депутат Мазаров, у него был там наш регион, у нас там есть депутат Королевская СООД, у нас есть Дорога жизни, у нас есть депутат Олег Недава, у него есть там спилка Донбасс, рядом, ну, так, скажем так, такая платформа. У нас даже, ну, вот появился, появился Олег Зантов, у него, естественно, не ошибаюсь, Славянск, наш дом, там появилась такая общественная организация, с помощью которой он продвигает себя по региону. То есть я из этого делаю вывод, что сегодня финансы в его раскрутку вкладываются, какой политической силы, я не знаю, на сегодняшний день она не фигурирует, но вижу, что он принимать участие будет. А вы себя не чувствуете временным мэром? Ну, я говорил о том, что буду бороться и за второй срок, и считаю, что проблема города Славянска именно в том заключалась, что ни один мэр, к сожалению, дня независимости Украины не остался на второй срок, не предлил свои полномочия по разным причинам, у каждого своя причина, но не смог. Поэтому, безусловно, для меня вторые выборы будут самыми сложными, потому что мне нужно подтвердить тот высокий рейтинг, который у меня был на, скажем так, первом этапе, на начальном. И это большая ответственность, потому что это всегда сложнее, уже люди, больше где-то ты мог там, может быть, больше рассказать, больше пообещать, теперь тебя будут уже оценивать от того, что ты сделал. Ну и плюс появился новый фактор, Даля Игоревна. Ну, появилось, да, но много факторов появилось, и один из них, я считаю, что первый фактор, который будет еще усложнять, ну, как бы, предвыборную борьбу, это то, что теперь появилась более-менее стабильность. Если раньше на эту дорожку не каждый их ответственный, даже, скажем так, начальник, и хотел идти, становиться, потому что, действительно, 2014-2015 год, это были очень сложные, очень нестабильные года. Сейчас, я считаю, более-менее выработаны, как правило, игры уже понятны, да, на сегодняшний день уже есть бюджетом что-то, есть понимание, и видно, что и он есть, существует этот бюджет. Поэтому, я думаю, участников этого процесса будет больше. Хорошо, еще одна инициатива, которая пришла из Киева не так давно, и вчера Верховная Рада не смогла подтвердить и проголосовать, это пенсионная реформа. Скажите, сколько сегодня в Славянске пенсионеров, и получают ли эти пенсионеры вовремя пенсию, и как система работает с учетом количества тех переселенцев, которые сюда приезжают? Ну, значит, несмотря ни на что, пенсионный фонд работает стабильно, и пенсии выплачиваются. Количество пенсионеров огромное, потому что большое количество у нас переселенцев, которые зарегистрированы, которые тоже здесь администрируют свои там платежи, да, и по последним данным, таких переселенцев было порядка уже 45 тысяч, дошло, калибрится такая, ну, скажем так, не константа эта сумма, вернее, цифра, да, но мы оцениваем, что порядка 10-11 тысяч проживает реально переселенцев постоянно на месте, все остальные так мигрируют, приезжают, уезжают, но вот где-то порядка 10 тысяч к нам добавилось людей, которые у нас живут. Это связано и с людьми, которые переехали с неподконтрольной территории, и плюс очень много людей у нас появилось таких, которые, государственные учреждения сегодня зарегистрированы в городе Славянске, и люди работают здесь, да, в областном подчинении, в областных департаментах, мы их тоже, они тоже приехали с той территории и живут у нас. Вот вся эта где-то, в общем, количество составляет где-то 10-11 тысяч, а самих пенсионеров у нас где-то 40% от населения, это 35-40 тысяч. И будет расти это количество, несмотря на то, что здесь есть и вузы, и студенты, приток есть, эти студенты, наверное, я так понимаю, тоже мигрируют, то есть это непостоянное население Славянска. И как вы оцениваете те инициативы, которые предложены в пенсионной реформе? Ведь, возможно, даже часть выплат со временем снова-таки ляжет на территориальную громаду. Но опять-таки еще хочу сказать, что все равно, вот если вернуться, все это завернуть к процессу децентрализации и вот, как скажем так, пугать там местные советы, что это ляжет и пожарка, и муниципальная полиция, и образование, и медицина скоро в полном объеме ляжет на города, ну, всех, все города Украины. Здесь нужно понимать, что будут, возможность будет у тех городов оплачивать это все, у кого будет живая экономика. Вот, поэтому первое, что должно делаться здесь, это развивать экономический сектор, потому что сколько будет денег в местном бюджете, все будет зависеть от того, сколько налогов заплатит местный бизнес территориальный, который находится на этой территории. И вот здесь вот, если заглядывать вперед, там, вы вот говорите, вот когда вот это все ляжет на плечи города, сегодня уже нужно думать вот именно об этих вещах. Да, но я вижу, открываются кафе, открываются салоны, услуги, в основном производство нового пока не видно. Ну, понятно, это уже радует, то, что я тоже констатирую тот факт, что с 15-го года, вот в 16-й год активно развивается сфера услуг, развивается торговля, и рестораны, и кафе, да, и это как раз за счет того, что много транзитом едет людей, то есть увеличивается количество проживающих в нашем городе, пусть небольшое время, и это дополнительно стимулирует развитие вот такого бизнеса, потому что здесь, ну, нужны небольшие вложения, и эти как вложения, как правило, это внутренние инвестиции наших людей, людей, которые здесь живут, они верят в то, что, да, действительно, уже ничего не поменяется, для меня вот этот сигнал, что раз они вкладывают, даже могут позволить себе вложить там 100-200 тысяч долларов, это тоже немалые деньги на сегодняшний день, если перевести по курсу 26 гривен, значит, они верят, что сегодня здесь будет мир, и они свои инвестиции, в первую очередь, вернут, да, пусть там через 5-7-10 лет, создают рабочие места, и меня это радует. То, что не идут деньги в промышленность, мы понимаем, что там совершенно другой формат цифр, даже, допустим, оценить, если одно рабочее место от 5 до 10 тысяч долларов, чтобы его создать, да, то завод там небольшой, даже на 100-200 человек, это уже от 2 до 20 миллионов долларов необходимо привлечь инвестиции, да, и в город, который находится там 70 километров от военных действий, понятно, такой инвестор, у которого есть эти деньги, и у него есть выбор, в какой части, даже если мы говорим об Украине, в какую часть Украины разместить это производство. Понятно, что затянуть сюда сегодня такой бизнес очень сложно. Я вижу, что сегодня опять-таки те заводы, которые находятся уже на территории и работают, они вкладывают развитие своего площади. Ну, здесь керамика, я вижу, там, кондитерские фабрики у нас развиваются, и они увеличивают свои площадя, торговые, в том числе и производственные. Более того, некоторые стараются там получить сертификаты различные, ИЗО, более того, они сегодня даже статус фабрики получают. То есть я вижу, что они не уходят в тени, они, наоборот, пытаются развиваться в сегменте рынка вот такого легального. Это тоже радует. Ну, как вы чувствуете, доверяют вам предприниматели местные? Ну, знаете, я всегда сам из предпринимателей посчитал, что надо не мешать в первую очередь. Вот я свою вижу, я от НД такую роль, да, этому бизнесу в первую очередь не мешать. Поэтому я считаю, что я не мешаю. Но то, что, конечно, не совсем уже быть довольны моими там действиями в плане активизации по сбору налогов, но я здесь понимаю следующее. Это общая задача наша. Мы живем в одном доме все вместе, пользуемся одним и тем же транспортом, ездим по одним и тем же дорогам. Мы сегодня однобоко говорить, потому что все равно все будут требовать от мэра. Нет воды, мэр, дай воду. Нет дорог, неважно, какие бы я причины ни называл, что у меня там нет денег, или мне там кто-то там должен какая-то субвенция зайти для 95% нашего населения. Это все равно пустые слова. Им главное, чтобы эта услуга была. Не обидно, что приезжает Наталья Королевская и на всевозможных открытиях, как будто бы это она с позитивом приезжает, а вы только на втором плане. Я вам так скажу, это не только отношение моё к Наталье Королевской, а могу как человек, который политикой занимается уже там с 2002 года, и был депутатом городского совета. Все равно, что бы ни делалось в городе, люди все равно будут оценивать работу именно, откуда взялось это в городе. Человек мало будет думать о том, что он будет знать человека, что это мэр, и при его каденции это сделано. И там есть его роль в привлечении этих денег и в освоении этих денег. Какой бы депутат это не завел, эти деньги, так мы назовем вещи своими винами. Но вы спартийный, да? Нет, я в оппозиционном блоке. Понятно. Как-то чувствуется программа партии на ваших действиях? Давайте, например, проверим этот пункт по закону об образовании. Значит, ну, опять-таки, пункт закон об образовании. Здесь две вещи. Как может происходить оценка? Ну, во-первых, я сам отец, и у меня есть дочка, которая идет в школу, ей 12 лет, и она как раз-таки стояла сейчас на перепуте, она шла в класс русскоязычный. По, скажем так, по уставу можно было определиться с языком преподавания, сделав замер, там, если больше 50% первоклассников, да, родители посчитали, что этот класс должен быть русскоязычным. В моем ситуации было принято решение о том, что она будет разговаривать и получать образование на русском языке. Прошло там 4 года. Я понимаю следующее, что есть установка такая, и она уже действует давно, это норма закона, о том, что высшее образование только на государственном языке. Как отец, не политик сейчас, да, я прекрасно понимаю, что моей дочери будут сложности, если она всю дистанцию, всю школу пройдет обучение на русском языке, потом ЗНО и потом поступление в университет, выше, да, на украинском, это может быть создать дополнительные сложности, и ее баллы знания могут быть автоматически занижены в силу неполным владением языка. Объективно-объективно. Поэтому я как отец, безусловно, хочу, чтобы она, даже я не говорю сейчас о патриотизме, чисто вот прагматичный интерес, чтобы она облегчить ей судьбу, жизнь, понимая, что это сегодня от меня зависит. Но мне не пришлось таких решений принимать, она сама это приняла. Она обучается в 13-й школе, сейчас их перевели в другую школу, и автоматически она пришла в украинские классы, и она сказала мне об этом сама, то есть мне здесь влиять не пришлось. Но как отец бы я все равно бы настаивал, чтобы она убеждала бы ее, перешла в другой класс, где есть углубленное изучение украинского и английского. Но здесь не пришлось. Как политик, человек, который должен отстаивать не только свои интересы, а которому делегировали люди, заниматься своими проблемами и отстаивать свои интересы, здесь уже другая плоскость, и здесь я должен понимать, опираться на мнение людей, как они оценивают это. Для себя лично, я думаю, мы сделаем такое анкетирование среди, скажем так, первых четвертых классов родителей, которые первый вот сейчас год отдали, особенно это важно, чтобы увидеть их мнение тоже, и понимать все-таки, как они оценивают эти нововведения государства. Тогда можно о чем-то говорить. Пока такого у меня данных нет. Ну вот вы сказали, вы сюда пришли к нам в Славянский пешком, вы сказали, из дома своего. Вы идете, наверняка люди подходят вам, что-то говорят на улице, спрашивают. Не говорят. Я еще раз говорю, что многие... А какой набор? Набор, опять-таки, ну, во-первых, как бы пешком или троллейбусом, периодически я хожу, на базар я хожу, там, самостоятельно делаю покупки, в магазине делаю самостоятельно покупки, с людьми общаюсь, они подходят. Как правило, 95% вопросов, это связано с вопросами у ЖКХ. Отсутствие воды, если нет воды, и звонки, которые мне напрямую идут от жителей, это всегда связано, в большинстве случаев, с какими-то проблемами, связанными с подачей воды. И на недавнее время не были дороги. Это вот тот вопрос, спектр вопросов, который постоянно на улице задавался, а когда это, а когда то. Я не вижу, чтобы ко мне действительно остро стоял вопрос сейчас, чтобы подходили люди и сказали, как же так, Вадим Михайлович, у нас образование. А реально решить вопрос с водой без влияния Киева или области? Потому что я живу здесь недалеко, и у меня воды практически нет. Однозначно нет, поясню почему. Потому что на сегодняшний день одна из программ, которую я тоже начал реализовывать, она называется «Крылосуточная подача воды на микрорайоне Артема и Центра». Это два таких самых густонаселенных и проблемных с подачей водой была в городе участка. И сегодня где-то мы ее на 60% уже реализовали. И как раз таки реализовано ее не за счет местных денег, а за счет вот этих инфраструктурных, которые зашли на Донецкую область и были распределены. Как раз таки ПКД были написаны, вот поэтому вода и отведение, для того, чтобы после реализации этих всех мероприятий появилось, мы говорим круглосуточно, но такая возможность была, ну хотя бы там, образно говоря, с 6 утра до 12 ночи, пока жители не легли спать, вода была в кране. Но с возможностью подачи ее круглосуточного. Но здесь другие есть еще моменты, напоры, старая система сама, подачи воды, да, помимо всяких там насосов, заменов и каких-то таких конструкторских решений, необходимо еще менять сети. И она реализовывается на 70% за счет областных, либо экологических денег, либо вот этих перемещенных. Поэтому здесь однозначно город не вытянет. И сумма инвестиций там вкладывается, если взять за этот год, без дополнительных выделений из экологического фонда, там порядка 50 миллионов. Плюс еще на честные 18 миллионов в этом году нам департамент областной дал. Поэтому здесь суммы это не подсильные местному бюджету. В Донецке была вечная история метро, в Славянске это вода. И каждый мэр приходит с теми же мессенджами. Да, я понимаю, мессенджи приходят, уходят, еще раз говорю, однако время необходимо не один-два года для того, чтобы это все реализовать. Потому что сумма инвестиций, так приблизительно, это, наверное, до 500 миллионов нужно вложить гривен в воду, чтобы какое-то изменение было. Вопрос о блокаде. Полгода мы отметили уже эту дату, так сказать, не очень веселую, я имею в виду блокаду тех предприятий и результат их национализацию, так называемую, со стороны группировок сепаратистов. Эти последствия сегодня имеют эхо для Славянска и для экономического развития. Ну, скажем так, блокада носит экономический или политический характер. Что мы хотим добиться? Мы видим, что есть и политический элемент, и экономический элемент. Здесь надо понимать, что следующий момент, что прежде чем что-то перейти от одного поставщика к другому, этот период должен быть четко спрогнозирован и неболезненно проходить. Да, если здесь есть политика и есть такая установка, что нужно перенастраивать ориентиры по поставкам своим, они должны быть проходить спокойно, без всяких потрясений, потому что если это будет, вот просто-напросто сегодня захотелось, вот так вот раз, и люди заблокировали всю работу, все это окажется большими проблемами, огукнется. И для всех областей, не только энергетика, если мы говорим о энергетике, тут же потянется производство, рабочие места, и просто дестабилизация ситуации политической за собой потянет. И я считаю, это никому не надо. Вот на сегодняшний день эти резкие движения совершенно не нужны. Все должно быть, если уже принимается на каком-то уровне решение, отход от одного поставщика к другому, переориентация производства и так далее, то это должны быть все-таки подготовленные моменты, потому что все завязано на экономике, еще раз сказал, стабильность у нас все завязано на поступлении денег, наполнении бюджета и рабочие места. Вот если эта блокада все разрушит, то понятно, о каком плюсе можно говорить, о какой стабильности, о каком положительном эффекте можно вообще дискутировать на эту тему. У нас, как правило, к сожалению, так все и происходит. Вчера спали спокойно, никого-то не волновало, образно говоря, шел уголь от этого поставщика, сегодня утром проснулись, оказалось, это все плохо. Ну, по нашим данным, теперь этот уголь идет в Россию, и потом, как у нас... Ну, в итоге, да, в итоге мы все равно получили, сами себе создали проблемы, и теперь героически их преодолеваем. Вы сказали слово дискуссия, обсуждение в Славянске, как часто проходят диалоги с вашими политическими оппонентами или идеологическими, я имею в виду те, которые люди назвали себя здесь патриотами и проводят всевозможные собрания, пикеты и так далее. Насколько вам удается добиться этого диалога? Ну, знаете, диалог, я думаю, изначально, как только занял место мэра, попытался собрать и наладить дискуссию, ну, кроме каких-то обвинений, в свой адрес ничего с этой дискуссии не вышло. Потом, наверное, шли мы таким природным путем, наверное, каждый занимался своим делом, я занимался водой, канализацией и городом, а активисты занимались там своими вопросами, наверное, больше гуманитарными и так далее. Поэтому периодически какие-то бывают такие столкновения, назову их. На самом деле мне самому не очень приятно опускаться на уровень ниже дискуссии своей. Вот мы говорим, вы понимаете, дискуссия, на самом деле не дискуссия, наверное, какие-то взаимные обвинения, но иногда, к большому сожалению, не понимают люди. Когда им спокойно, нормально говоришь, когда где-то, может быть, оскорбишь, либо где-то повысишь голос, либо, может быть, где-то перейдешь на какой-то троллинг, тогда начинается понимание. А вот именно дискуссии, к сожалению, не получается. Хотя уже определенный есть прогресс, мы больше выясняем отношения в суде, чем на сессиях и на заседаниях исполкома. То есть сегодня какие-то, да, проходят какие-то акции, но они стали уже реже и носят какой-то точный характер. То есть сегодня удалось разблокировать там работу исполкома и вообще отделов исполкома и сказать, ребята, давайте, вот есть пожарка, есть площадка для дискуссии, там есть и аппаратные, там, если вас вопросы интересуют ЖКХ, работы, там, наши коммунальные службы, здесь, да, можем принимать решения, прислушиваться. А когда идет исполнительное у вас заседание, где принимаются решения, уже выносятся на голосование, срывать эту работу очень плачевно, потому что завязан бюджет, освоение денег, это все может обернуться в итоге, бумерангом вернуться и против всех жителей, и против ваших самих. Неля Штепа, вы ее сейчас видите конкурентом или это для вас скорее товарищ, друг, сосед или как? Ну, давайте смотреть следующее, что то, что я на протяжении последних лет, с самого начала выступаю свидетелем защиты, да, в адрес Неля Штепа, говорит о том, что сегодня мои взгляды с ее взглядами совпадают в плане той ситуации, в которой она оказалась. То есть я считаю, что она была в плену, в данном, именно в конкретном случае, в 2014 году, и, соответственно, все действия, которые там ей инкриминируются, говорила из-под дула автомата. Вот это я, в принципе, какие показания даю. Что касательно, сейчас много рассуждений, вот, да, Неля вернулась, все-таки у нее незаконченный срок, да, был мэрство, ее, скажем так, насильно. Ну, выборы уже прошли. Да, выборы уже прошли, и тем более такая вот дискуссия, я знаю, что ведется, насколько как вернется, но в политику не вернется. Вспоминая свой 14-й год, когда, так, волею судьбы, трое суток мне в КПЗ удалось там побывать, здесь при Пономареве. Ну, нет, не при Пономареве. А, когда уже... Да, уже в другой ситуации, и когда вышел я после трех суток, не после трех лет, первое, что, конечно, хотелось, это действительно принять ванну, чистую постель, ничего не интересовало, кроме родных, близких, и самые такие моменты, это там спящая дочка рядом, дом, больше ничего не хотелось на ближайшее время. Ну, прошел год, опять политика, скажем так, затянула. Поэтому я думаю, что сейчас уныли та же самая проблема, что сегодня после трехлетнего заключения больше проблем, больше голова болит не о том, что там политическая какой-то своей карьере, а, наверное, все-таки отдохнуть, получить удовольствие от все-таки тех благ, которые дает свобода, насладиться знакомством, не знакомством, а общением с родными, близкими. Ну, я вчера с ней общался по телефону, и, вы знаете, я почувствовал какой-то вот в ней что-то изменилось пока что. Ну, понятно, после трех лет этого заключения, то есть по интонации голоса она немного как-то поменялась. Поэтому я не могу сказать о планах Нелли Игоревне, все зависит от нее, потому что свои планы я четко знаю, я все равно буду уже в этой конве, да, я уже об них не раз говорил и на пресс-конференциях о том, что я буду участвовать в политической жизни города, я буду участвовать в выборах следующих мэра, это моя амбиция, которую я хочу реализовать. Но это, я считаю, здоровая амбиция. И вот тут здесь, опять-таки, если вернемся к Нелли Игоревне и вообще всех мэров, которые здесь были, все равно все будут объективно сравнивать работу любого мэра с работой Нелли Игоревны, потому что при ее каденции, вот мы говорили, да, там обидно-необидно, кто-то зашел, там депутат какой, пиарится или не пиарится, или действительно что-то сделал, все равно лавры достаются мэру в большинстве случаев и сравнивают работу мэра именно. Да, у Нелли Игоревне была одна ситуация, у меня другая, но любого мэра будут сравнивать пока что с ней, пока кто-то не покажет высший результат и люди дадут оценку выше. Вы чувствуете потенциал показать высший результат? Ну, я могу сказать одно, что на сегодняшний день если сравнивать, чтобы сравнение было объективным, у меня еще есть один год, потому что она с 10 по 13 была 3 года, скажем так, руководила городом, я пока что только 2. Вот, я вижу, что много намечено сделать и сдвинулось с мертвой точки то, что не делалось раньше значительно, такие моменты, как это внутриквартальные дороги, да, мы начали ремонтировать трактуары, то, что, ну, меньше, даже в 10, 11, 12, 13 годах делалось меньше. Сегодня сдвинулись работы по парку, по больницам, мы видим, что эти работы сейчас идут полным ходом, поэтому, я думаю, результат мы увидим вот буквально через 3-4 месяца, то, что сейчас идет в работе, и люди смогут уже какую-то оценку давать. Напоследок у нас есть такая небольшая игра, называется ассоциация, я даю вам одно слово, вы мне даете ответ, слово ассоциацию на это слово, и буквально пару слов, чтобы понять ваше эмоциональное отношение к тому или иному явлению, ну, и зрителям интересно всегда знать, как наши гости реагируют на определенные вещи. Первое слово, Славянск. Город. Неля Штепа. Мэр. Украина. Государство. ДНР. ДНР. Захарченко. Руководитель ДНР. Порошенко. Президент. Вече. Вася. Мэрия. Тут сложно сказать, даже у меня сразу бы не пришло, ассоциации нет. Жибривский. Губернатор. Донбасс. Регион. Спасибо вам за ответы, спасибо за участие сегодня в нашей студии, я надеюсь, увидимся здесь еще не один раз. Да, надеюсь тоже. Редактор субтитров А.Семкин